хей-хей-хей всем привет рад приветствовать вас друзья на канале с вами доктор и это хроники миазма в общем запускаем новую игру с пошаговыми боями сама игра имеет определенный сюжет много заданий в стиле rpg прокачиваем каждого героя несколько героев я за кадром маленько поиграл но мы с вами начнем конечно же сначала описание от разработчиков стиме а разработчики мутант year zero road to addon представляют новую игру чудесное тактическое приключение который вы точно запомните отправляетесь путешествие по постапокалиптической путь пустоши разоренной безумной силой под названием миазма вот какая-то безумная сила под названием миазма в пустоши пост об к апокалипс а пока короче в пустоши разоренной миазмы мы будем с вами гулять игра вышла относительно недавно по моему 28 мая она что ли или 18 мая текущего года ну посмотрим что за игра приглашаю вас присоединиться для поддержки сразу поставьте лайки есть что сказать конечно же пишите ну а сейчас строить поудобнее мы начинаем новая игра выберите сложность сюжет для игроков которые хотят изучать мир исследовать и следить за сюжетом без особых сложностей вы восстанавливаете сто процентов очков здоровья после боя восстановление умений сбрасывается после боя большинство врагов наносит меньше урона большинство врагов имеет меньше очков здоровья ага стандарт для тех кто регулярно играет в игру ну плохо знаком с тактическим жанром вы восстанавливаете 50 процентов очков здоровья после боя восстановление умений сбрасывается после боя большинство врагов наносит обычный урон большинство врагов имеет обычные очки здоровья это рекомендуемая сложность для большинства игроков но я дальше читать не буду вот это вот я конечно прекрасно понимаю что там будет просто дичи лютое происходить на дичь я пока не подписываюсь ребят извините начнем мы со стандарта я пробовал именно по сюжету проходил там все как бы по большей части на изи действительно там особо не напрягаешься в боевках но хочу чуть-чуть чтобы пукан поджигала поэтому стартанем отсюда так режим легкий тактический режим вероятность попадания по противнику более предсказуемый обход врагов с фланга всегда гарантирует попадание укрытие всегда дают одни и те же бонусы независимо от расстояний так а что здесь полный тактический режим менее предсказуемый опыт с большим напряжением шансы попасть в противника в бою менее предсказуемы но тут будет прям совсем не кажется пукан поджигать давайте справа вот так пойдем поэзи не будем пока поджигать все подряд хроника один где-то в кентукки через 140 лет после краха великой стабильности какие названия то я смогу я смогу вспомни тренировки держи ее прямо держи ее ровно никаких эффективных жестов да дикс я знаю точно она не выдерживает высоких температур дикс перчатка рассчит считает щиплет нейтрольные колебания моего мозга короче заткнись а это точно ты прорываешься за гигантскую чего-то там куда-то в общем да как всегда почитать не всегда получится полностью сработало ой мама дорогая главное не забывай очищать разум братишка я вижу ту сторону у нас получилось дикс получается чпоньк у тебя рука горит рука горит души спасибо нет чертова перчатка сложа сломана вот же срань блин какая-то уже попытка по счету 37 начинаем готовиться к 38 думаешь 38 закончится иначе если мама по ту сторону стены она ведь не просто так дала нам эту перчатку да 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 мы не сдадимся мы найдем ее братишка найдем странный у меня братишка конечно ребят ну собственно насколько я понял нам сразу подсказывают что мы будем делать мы будем пытаться пробраться через эту стену потому что там наша мама вернемся в город почти починим перчатку так ладно все управление простой мышкой смотрим приближаться он не приближается вперед вправо влево назад вот все пошли уровень у нас 1 упасть я могу куда-нибудь нет падать я не могу то есть все ограничено прямым движением окей будем смотреть как у нас локации продвинуты так эр картограф кратчайший путь до дома так здесь нам показывают до ближайшего задания направления все окей идем пластик неплохо можем посмотрим осмотримся здесь в таких местах обычно есть что-то интересное он хотел сказать так да вот еще один да блин подойди ближе я тут уже проходил ребят просто читаю для вас еще разок а а так я тут в принципе уже облазил ну тут особо ничего такого сверх естественно не будет будут обучающие задания такие мелкие но вводящий в курс дела потихо поэтому пропускать моих не будем так меня зазлится как смерч красиво это вот это миазма пошли осмотримся перчатка жужжит как будто хочет чтобы я протянул руку и белый стоит чихнуть рядом с этой гадостью она тебя вывернет наизнанку пойдем домой до робот немного очковый побаивается так ну мы вокруг нее можем ходить нам не страшно потом с этой миазмой у нас будет еще взаимоотношения так пластик барьер еще активен здесь мы не пройдем так я туда идут а до я думал тут тут стоит разблокированная запись кодека кодекса кодека и я смиренно принимаю почетную премию мира но на самом деле она вручается не мне а духу первопроходца в которой жив в сердце каждого американца да мы исправили зло сотворенное нашими предками залечили раны которые разделили нас положили конец голоду и воинам возрождение человечества великая стабильность и теперь нам предстоит изрядно потрудиться чтобы поделиться американским раем со всем миром походу так поделились что короче куда стал так это у нас через клавишу и до открывается рюкзак рюкзак вашей группы общий инвентарь в котором отображается все что у вас есть собой хотя он в основном нужен для ознакомления вы можете использовать некоторые расходники например медиподы на этом экране хорошо так это у нас оружие больше ничего у меня нету так экран группы на экране группы видим текущий статус героев вашей группе здесь можно экипировать и оружие предметы и силы миазмы вы также можете открывать от доску умений каждого героя на более поздних этапах игры вы сможете менять членов группы шикардос на ладно это дальше значит понятно так ну тут вам пока делать нечего это будет чуть попозже ага и вот у нас первое задание вернуться в застой town и название конечно огонь застой town это уровень задания 12 мы почти прорвали стену миазмы но то оказалось оказалось сопротивление силовое ядро перчатки взорвалось вернемся домой починим и ее это мы идем домой здесь у нас карта по карте можно быстро перемещаться так сразу спойлер ну то есть можно по заданиям двигаться но пока у меня ничего не открыто поэтому мы передвинемся дальше это описание героев эта стена миазмы и обучение так картограф рюкзак голосарий эффектов а это что у нас светится понял так значит на экране группу видим текущий статью герои в вашей группе здесь можно экипировать модифицировать оружие предметы и силы миазмы вы также можете открывать доступ умений каждого героя не более поздних этапах герой для слушая это читал что ты мне опять это подсуну так ладно давай что это у нас изучаем нужно найти маму я устал быть один мне нужна семья что твоя семья прямо здесь это я да ну дикс ты же консервная банка какой крутой брат лучший брат на свете ты так я надеюсь там внутри нету никакого человеческого образного так заперто требуется карта служеб службы безопасности банка так хорошо будем искать отсюда я зашел понял идем пластик поднимаем вопрос только а ну это вот наверное пластик это у нас типа разблокирована запись кодекса джен джен ты там это томми надеюсь ты получишь это сообщение вовремя дети со мной мы в шоке но целы они все спрашивают где мамочка я сказал сказал ей что ты скоро придешь а макс не отрывается от игрушек так что ты молодец что дала их ему слушай не приближайся к мосту полиция перекрыла дороги потому что ну нет больше дорог встретимся у твоего дяди дети безопасности все будет хорошо а а еще мне нужно чтобы ты пипи 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 все связь на этом закончилась так еще наверх эти вот тут видимо все больше ничего нету идем наверх так тут еще наверх можно подниматься хорошо давайте тут сперва пройдем ага пластик это у нас и единица расчета судя по экрану сверху да уж неудачно прошло совещание ты еще и шутишь вот так они застряли в совещании надолго так подожди где-то я тут синий цвет видел по моему тут а и желтый разблокирована запись кодекса вечный мир не надо не надо я все равно там ничего не понимаю только представьте себе мир без нужды без войны 50 лет назад это было лишь мечтой теперь это наша реальность возрождение человечества мы называем его великой стабильностью нам исключительно повезло жить в эту эпоху что короче это вот у нас то что осталось от великой стабильности прикольно так карта службы безопасности банка ну шикарно я даже знаю куда ее воткнуть пошите вниз воткни вот я понимаю добыча я пришел за тобой так давай под соберем в хозяйстве ребят все с нее так поднять дальнобойный помощник так прицел нашел увеличивает дальность оружия на 20 процентов хорошо да я уже помню в модификациях можно будет сейчас под модифицировать так запись кодекса разблокирована еще одна удалось найти приличное укрытие с рабочей системы безопасности на дверях неплохой вид на город сборщики до меня здесь не доберутся затем я рвану к шраму и буду ждать остальных исправителей доберутся ли они до туда лишь время скажет так ну модификацию орудия да давайте сразу мы это и сделаем так в группе да у нас ну давайте лвиса и прокачаем маленько что там у нас игрек модифицировать пустая ячейка дальнобойный помощник шикарно что нам это дало дальность плюс 3 все остальное на месте осталось все понял отлично хорошо собираем остальные пожитки в принципе все только пластик лежал окей дальше так подозреваю нам куда да нам наверх я правильно подозреваю идем наверх так чего поднять как туда попасть сюда идем технология это зен открыли дверь в мир без голода пищевое производство еще никогда не было настолько экологически чистым фермы насекомых поглощающих co2 плантации водорослей поедающих превращающих микропластик автоматизированные земледелие в опасных климатических зонах добро пожаловать в эпоху безграничных возможностей да звучит ребята очень футуристично но что-то по-моему пошло не так в данном мире по крайней мере так что у нас тут все и нам походу идти только туда да пошли кто орет я вижу но не верю своим глазам что они такое лягушки лягушки которые ходят на двух ногах и убивают людей это не животные и не люди это монстры чертовы монстры и не люди так что они делают подожди это же семья ваторов пожалуйста не надо нет нет была семья ваторов мы должны разобраться с этими уродами мы не сражается с тем что не понимаем мы идем домой ты же понимаешь что единственный путь домой лежит через них будь храбр как тигр братишка мы идем в атаку да ну вот первый бой у нас тут сразу же хопа они же жуть какие огромные хочешь вернуться в город тогда жми на курок как тигр ну же так бой разделен на ходы в начале каждого хода вы получаете два очка действий на каждого героя отлично так и я мы выбираем цель яку на добей хорошо минус один так да вот эти черти стрельба враги так враги в частичном укрытие это шанс 50 процентов попасть в них то есть на 50 процентов меньше полном укрытие шанс 20 процентов попасть них понял укрытие работает только спереди да логично давай я промазал шикарно ну стреляй ты чё ты бегаешь что туда-сюда промазал так остался один но теперь он в полном укрытие я не могу прицелиться зайдем с фланга ударим по нему сбоку да понял я давай куда ты вот сюда подсказываешь давай пойдем так повернем теперь я могу в него попасть да ты жив да кажется а ты цвету и пахну мы истребили этих ребят не похоже смотри так найди укрытие когда настанет нужный момент короче используйте укрытие чтобы избежать вражеского огня да я понял укрытие мы ищем вот так да окей я давайте мы вот сюда вот так вот опа первый раз потом что давай мы сюда 50 процентов сюда тоже 50 процентов так я попал хорошо так давай вот сюда вставай папа промазал ну да слушайте боевка конечно пожёстче сейчас с этим уровнем сложности не то что когда я начинал там с первого выстрела выносили их так тут меня обошли стороной вот этого давай отлично минус один теперь нет а если сюда да давай перейдем поближе все таки получше мне кажется должно быть все хорошо попал так ну что давайте изучим что у нас тут так верните управление элвис мне больно видеть как семья ваторов просто гибнет здесь чертовы лягушки контролируй свой гнев элвис нам нужно идти да не ругайся нужно отнести эти тела домой да вернемся позже так и что застой таун а давайте соберем что тут у нас есть тут он смотрите тоже он всякого барахлишка медипот бросайте чтобы исцелить или оживить членов группы очень полезная штука это в бою нам пригодится далее что еще у нас тут есть костерчик это то что осталось от той семьи я понял так ну окей идемте в застой таун ты же не знаешь из-за чего миазма злится чтобы сказать из-за чего миазма злится нужно понять что она такое что она такое на самом деле и ты не имеешь об этом ни малейшего понятия по крайней мере ты знаешь что ее нужно опасаться это хорошо ты видел что она превращает воздух в яд природу в кошмары лягушек в монстров ты знаешь что от нее не сбежать миазма окружает твой город как океан одинокий остров и она распространяется по всей Америке превращая никогда великую страну в пустыню смерти так что не уходи оставайся в застой тауне скучном бесцветном шахтерском поселении где ты прожил всю свою жизнь не высовывайся работай напокладая рук добывай золото которое кормят правители Америки первую семью и молись чтобы злоба миазма не стерла твой город с лица земли никому здесь не хватит смелости победить страх и стать творцом своей судьбы никому кроме тебя Элвис после многих лет усердия работы и не без помощи своего старшего брата ты успел подчинить себе силу миазма ты хочешь найти меня но до тех пор не знаешь что такое миазма да я могла бы тебе рассказать но откровение нужно заслужить а пока что тайна останется скрытым может быть в будущем ты сумеешь прорваться за стену и отыскать меня и тогда возможно я открою тебе свой секрет но мы оба знаем что ты погибнешь в пути потому что между мной и тобой лежит миазма да обучение прошли дальше погнали слушайте интересное вообще как бы оповествование ну так себе сюжет скажем начало не особо затягивает но посмотрим что будет далее но сам игровой процесс интересен охота посмотреть попрокачивать как дальше будут развиваться механики в общем у меня знаете есть такое подозрение что эту миазму вот это первая семья и изобрела которая заставляет народ работать знаете как обычно сейчас поворот такой получится и мамам об этом обо всем знает но такое хорошее напутствие да ты ищи меня но ты все равно сдохнешь красота вообще действительно да ты ай да иди за мной ну ты сдохнешь ладно чё пошли так надо рассказать мэру об этих лягушках ну пошли расскажем мэру он управляет этим городом 80 лет он знает он очень старый и я вам даже скажу больше он не просто старый он довольно интересный товарищ этот мир вся магия дело твоих рук братец а у меня есть только сила мудрость обаяния и красота хе-хе-хе точно красавец так подожди нам сюда ладно пойдем поговорим со стариком мэр это короче летающая голова здесь в банке хе-хе как ни странно ну не летающая элвис мальчик с волшебной перчаткой мэр послушай это звучит как бред но мы видели монстров настоящих монстров что за кислое лицо и понурый вид мой мальчик я тебе всегда говорил что если не будешь демонстрировать силу кто-нибудь ее у тебя отберет ты слышал что он сказал старик монстры прямо за городом я разговариваю с тем у кого есть мозги так поговори еще разок и дикс спокойно напряженная обстановочка мусорный бачок хе-хе-хе кто бы говорил какие еще монстры мы их видели большие уродливые лягушки они убили ваттеров и чуть не убили нас движутся в город целой толпой вы должны что-то сделать я знал что этот день наступит в каком смысле в прошлое полнолуние со мной случая кричал мне по радио про какое-то вторжение я отправил туда шерифа разузнать в чем дело он сказал что все жители пропали а улицы были покрыты гладкими гигантскими яиц лягушачьими короче кладками яиц были нельзя нельзя допустить так это шахтерский городок мы здесь копаем а не воюем нет миазма меняется ведет себя иначе сейчас как никогда важно чтобы ты выбрался за стену и нашел свою мать бха махди она единственная кто может знать так нравится тебе это или нет элвис но судьба города в твоих руках а да насчет моих рук перчатка сдохла я взорвал генератор тогда замени его и возвращайся сюда как можно скорее а я взгляну еще разок на жесткий диск твоей матери посмотрим не оставила ли она подсказок как защитить тебя и перчатку и еще одно не выходи из города снаружи слишком опасно вот как читать конечно нелегко ну допустим ладно в общем надо теперь восстановить перчатку получается пошлите давайте будем восстанавливать имя у моей мамы конечно етить колотить махрипахриплайна была лучше проще произноситься так нам надо почитать что у нас так в расходниках вот медиапод это мы уже одели задание застойтаун пока мэр мэйсензайн поисками подсказок в данных маминого диска наша задача починить перчатку возможно у берты младший есть исправно ядро так идем чинить перчатку у берты дохлый номер братишка после того что ты учудил в моих руках судьба города помнишь разве она сможет отказать короче у меня еще с ней напряженные отношения так элвис ну уж нет ушки пошел вон берта пожалуйста нам нужен всего лишь один новый генератор ты взорвал мою машину последнюю чертову машину в городе знаешь сколько она стоила да и мне очень жаль перчатка не вовремя сработала и послушай мы по официальному поручению мэра да пусть мэр хоть сам сюда заявится не начнет колотить меня своими крошечными так товара мало торговцы пропадают миазме первая семья прислала мне вместо оборудования какую то дрянь но если ты найдешь для меня глушитель может я прощу тебя за машину и продам генератор послушай у нас нет я найду для тебя глушитель берта правда прямо за городом не знай берта лишь о воспоминания о твоей красоте скрасят а мне дорогу к нему ты еще и заигрываешь что ли аааа да серьезно ну хорошо идем выполнять задание берты что ты и наговорил раздобыть сила момент глушитель плевое дело братишка надо только знать где искать границу уже обобрали чертям границу мы можем аааа так отправиться в зону пойти в зону аллигаторов я буду храбрым как тигр двигаем я не в ту сторону побежал это девушка не видел ее здесь раньше я какая девушка загадочная девушка давай поговорим эй как тебя зовут меня зовут отвали пока я не всадила пулю тебе в задницу какая очень интересная девушка приятная век шериф дал мне этот значок я теперь официально привратник зоне аллигаторов это круто или как очень крутно эрл сторожить границу это по-пацански пацаны эй вы знаете ту девицу я видел как она за вами таскается ну-ка ее зовут джейн пробралась в город на той неделе говорят она охотница за головами или что-то вроде того отлично как раз то что нам нужно у тебя неприятность елвис что ей нужно без понятия эрл ну-ка зона аллигаторов о зачем он в зону аллигаторов миазма ведет себя очень странно ну что ж боюсь мы все равно туда пойдем посоветуешь что-нибудь да возвращайся живым и вот возьми гранату чтобы взрывать всякую дрянь спасибо эрл я очень признателен так профессиональные советы или монстры лягушки вы видели монстров в натуре блин тревис правду говорил он тоже их видел он сказал что уложил сразу троих из дробьевика просто стоял на месте и терпеливо ждал пока они выйдут на линию огня бум бум один за другим хорошо когда ружье стреляет очередями это подсказка была как надо нам если дробовик найдем кстати можно так тоже делать у меня есть для тебя несколько советов ты видел какие-нибудь бочки в пустоши возможно в этих бочках какие-то взрывчатые химикаты оставлены изначальными попробуй по ним пострелять круто будет только стреляя издалека чтобы самому не подорваться все понятно удачи так осколочную гранату нам подкинул эрл шикардосно но мы идем далее так нам сюда да давай ну собственно смотрите описание со всех сторон тут диалоги можно читать и даже если что-то пропущу ничего страшного давай по-быстрому у меня плохое предчувствие но у меня хорошее ты хочешь починить свою перчатку или нет да будем для берта то что она хочет конечно осталось только найти в пустошах инструмент размером с ладонь да ладно не прикрываешь я прикрываю тебя все просто так ну я думаю параллельно надо пособирать что просто так бегать то смотрите вот пластик лежит вот еще лежит так а в этой сюда зайти можно нет сюда зайти не можно новая запись местная фауна мутирует в два раза быстрее чем на прошлой неделе ага так привет бэкстер конуэй бэкстер тебе не стоит здесь находиться мясо распространяется я должна выяснить причину выяснишь в городе здесь тебе ничего хорошего не ждет ты мне не отец элвис ты мой друг мы же по-прежнему друзья верно да конечно это злое место бэкстер а ты слишком светлая вовсе я не светлая серьезно я не хочу чтобы какое-нибудь создание утащило тебя в свою нору и пустило на суп или тип того он звучит так словом ты в меня влюбился он меня влюбился дикс да нет мужик что ладно ладно я все понимаю развести время на друзей когда разыскиваешь ну началось ты мой лучший друг бэкстера я просто был занят обещаю скоро мы сможем потусоваться это короче они типа того типа друзья дружат и он короче ее продинамил плохо элвис плохо вот она теперь на тебя дуется так разве можно было девушки хотя бы чуть-чуть надо было уделить внимание сейчас бы проще все было давай про миазму поболтаем миазма ведет себя странно еще бы не хочу хвастаться но я лучший ученый в городе единственный ученый в городе ты не понимаешь она создает монстров они убили семью ваттеров у нас на глазах что дерьмово дерьмово я должна была это предвидеть последние недели в потоке миазма наблюдаются резкие пики как будто она злится именно кто-то или что-то выводит ее из себя плохие новости давай к черту плохие новости хочу услышать хорошие они у тебя есть ну сегодня меня никто не убил хе-хе хе-хе о да ты просто брыжишь оптимизмом элвис знаешь в чем разница между мной и тобой у меня есть железная перчатка у тебя железная рука ха-ха разница в том что я знаю кто я а ты еще ищешь того кто тебе бы об этом сказал ну кто тебе расскажет ладно скажи мне кто я не могу ты тот кем ты хочешь быть это твой выбор ну ты загнула бэкстер мне надо об этом поразмышлять да рада встречи элвис не заблудись миазме хорошо не заблудюсь окей идем далее значится тут вроде все там вроде тоже это мат тут пришли а здесь что нить есть здесь полезно ребят походить вправо влево а вот видите говорю же полезно а тут еще что-то синее было а крышкой чего-то нам сюда блин опять монстры лягушки спокойствие братишка помнишь как мы охотились на койотов если нам удастся к ним подкрасться так первый ход будет за нами а если они нас увидят тогда нам капец хе-хе-хе так можно разделить группу разделить члена группы способны прятаться в любом укрытии в тени применяется пассивное умение скрывающие вашего героя от врага рассредоточьтесь и ищите отличные позиции перед боем так так новая цель установить засаду нам надо так надо присесть так ф это мы запускаем засаду да как думаешь что будет если если я выстрелю так бам бум пока пока лягушонок ага так а где второй я одного пока вижу он тут вообще один что ли давай сюда подойдем или во а вот сюда давайте а вот отлично а если я вот так пойду то он меня увидит да он меня увидит поэтому надо как-то так вот сюда наверное давай а вон еще двое так хорошо ладно давай сюда встанем и вот так вот потратим так ну отсюда теперь будем стрелять сейчас стрелять будем будем блин а там вон выйти надо пострелять наверное так минус один я думаю если мы вот сюда вот чтобы нам попасть то надо бы так это у нас защита это у нас тоже защита давай сюда до вход врага промазал косая лягушка так если я вот в бочку ну блин нет уже не пойдет бочка ладно давай сюда блин промазал так ладно пошли сюда а если вот так блин два расходу давай сюда тогда пока и попробуем в него стрельнуть ага попал куда побежал то так так а давайте сюда вот так вот раз и вот так вот мы в него сейчас нац все свободен давай давай мы тебя наверное как то проведем что ли вот так вот или вот так вот наверное давайте вот так сейчас мы вот так встанем сюда назад и будем его ждать пусть он идет сюда о о я еще и попал ну давай стреляй головастик разведчик попал еще ишь ты какой а а зачем тебе в бочки то стрелять все разобрались так у нас поднялся уровень ребят это хорошо значит c для поднятия уровня жмем очки умений здесь все как обычно то есть мы их распределяем первое значит что давайте уэлвиса что можно поднять очки здоровья плюс 20 очков прикрытие активная так автоматически реагирует выстрелом на появление врага выбранной области пожиратель брони снимает до двух очков брони с цели так давайте мы что-нибудь поставим для начала очки здоровья так и тебе стрельба на спринте очки здоровья большой брат союзники могут использовать вас как высокое прикрытие давайте давайте тоже очки здоровья поднимем это в принципе будет веселее окей значит что пошли куда идем а с этих с лягушек что ничего не выпало что ли это несколько грустно так еще блин опять монстры лягушки старику нужна помощь подкрадемся нападем на этих уродов внезапно черт возьми что вы делаете что вам нужно от меня это они ему ответили что ли тип укрытия красным на отмеченной позиции окруженные врагами звезды означает что укрытие можно разрушить дробовиком или взрывчаткой так надо нам вот сюда встать так дикс а ты наверно вот куда тебя поставить так давай сюда поставим так ну и чё я думаю надо нападать чё на них смотреть то так так икс есть минус один поехали дальше так ух ничё си головастик я учусь на него тут по налезли ну ка ушел отсюда так ну и ты с этим также разберись ё-моё во так двое осталось Все, сдохни Так, ну с этими С череполомами легко Так, вот с этим надо разобраться Давайте, я думаю, вот сюда перейдем Вот так Вот И отсюда Я вот этому постреляю Да Это ничего не дало Собственно Да отстань от него Вот, давай вот сюда, вот так вот На Так, иди сюда И вали его О, попал Все, отлично Так, ну с них ничего не выпало опять Это прям печально Дядька Старый, расти Вы спасли мою жизнь Эй, ты же мальчик Бхамахди, да? Да, это я Тебе лучше бы вернуться в Застой Таун Думаешь, там безопаснее? Твоя мама защищала наш город Знаешь об этом? Не представляю себе Как нам уберечься от этого зла без ее магии Мы ее найдем, дедуля Это так же точно, как то, что за ночь наступит день Да? Тогда вам пригодится мой рюкзак У меня там осколочная граната и медиапод Похоже, что ты спас нас Ты нас очень выручил, старик Так, ну это рассказывает о том, как пользоваться рюкзаком В бою Так, что идем далее? Сейчас, значит, будет еще один бой у нас А тут есть что? Здесь Изначально сажались с этими монстрами в Великой войне Похоже, история повторяется А, вот так даже Так, осколочную гранату поднял Это хорошо, это отлично Это же динозавр Как я с этим мог воевать-то? Ага Иди сюда И Пробей Молодец Только чуть дало Собственно, ничего Можно было просто отсюда зайти Хе-хе Так Зона аллигаторов Майк и Сэнди Грэхэм Гордо стоят перед пастью Своего семейного дела Зона аллигаторов Они превратили едва державшийся на плаву местный аттракцион В процветающий бизнес Грэхэм верит, что своему успеху они обязаны великой стабильности Которая позволила людям Уделять больше времени тому, что они любят Местная фауна также вернулась в эти края Только посмотрите на этих пеликанов Надеюсь, вы еще вернетесь в зону аллигаторов Любимое место отдыха для всей семьи Вот так Это, короче, была зона отдыха Понятно Так, где-то тут лестницы должны быть А, тут не по лестницам Ну ладно Пластик подсобрали Да чтоб тебя Этим гадам нет конца Нужно с ними расплавиться Подожди-ка, я вижу глушитель Без него нам не починить перчатку А вот и глушитель, да? Наш звездный час, братишка Так, идем Засада Горг великий Так, какой-то босс у нас тут, да? Давай, сохраним Все Ну и звуки, что он издает Так, бочка, ребята Стоит рядом бочка Это хорошо Для начала Самая тема Так, вот Только вот здесь у меня получается Как-то Давай сюда тогда Так, давайте пропустим один ход Вот Теперь еще раз сюда Бочка Но бочка только одного замочит И то не факт, что полностью Ладно, давай Поехали Так, головастика замочил Хорошо Так, Горг великий Так, вот этого мочи Потом с Горгом будем разбираться Промазал Хе-хе-хе Мазила Не нравится мне это Что-то здесь Ох них Че за читерство? Алло Еще и ход у него остался после этого Отдуреть Так, пошли сюда И давай будем Вот этих мочарить Голова с поломок Так, хорошо Так Подожди Давай циферка 4 Рюкзак Что у меня есть в рюкзаке? У меня есть граната Я ее могу вот сюда кидануть? Конечно На Полтинник минус Так, а еще есть граната? Еще есть Хорошо Так, теперь смотрим Что там далее у нас Головастик-разведчик Горг великий Валит Так, ты куда? Горг великий Я с тобой не разобрался еще Блин Не нравится мне то, что он свалил И спрятаться некуда Так, а если мы вот сюда пойдем? Далековато, блин Так, ладно Давайте тогда сделаем по-другому Я Да, давай вот так вот мы сделаем Сюда Головастику-разведчику наваляем Вот этого Отодвинем А то встал прям вплотную Так Ну это ожидаемо Хорошо А что-то Горг великий-то ничего не хочет тут воевать-то Так, подойдем и вплотную его сейчас расшарашим На Свободен Дикс в ярости Итак Ну все-таки мне надо туда идти походу, да? Идем сюда Да, я так и думал Он, короче, ждал, когда у него Появится опять ход вот этих вот Лягушек Так Я ж могу вот это вот Колбаснуть, по идее Ну-ка, давайте Мать мне, Азма, помоги мне Так Перезарядку надо делать Минус один Давай второго туда же А, красота Когда в ярости, ребята Короче, видали, что получается Так, ну что ты Горг великий Да это уже тебя не спасет Давайте мы ему прям вот так вот выйдем И вот так мочканем Все Шикардос Ух, так, ну и что у нас тут? Давай уже заберем эту штуку и пойдем отсюда Критические патроны Так, а давайте мы Улучшим Винтовка у нас У Элвиса улучшена А Дикс улучшим Подожди, группа Давай тебе что-нибудь модифицируем Там как раз у нас вот что Повышает критический урон оружия на 20 Вперед Отлично Хорошо Что у нас здесь? Это у нас Сила момент Глушитель Есть Взяли то, что по заданию Идем Вот С этих хоть что-то попадало Экран карты В любой момент Вы можете быстро перейти К любому Из разблокированных локаций На экране карты Хорошо Это я уже понял О, а тут много всякого лежит Пластик это хорошо Так прям накидали Так, ну и все Давайте быстрым перемещением И воспользуемся Что у нас по заданиям? По заданиям у нас все в принципе Как есть Идем в застой В застой таун Подруга Я тебе принес То, что просила Вот твой силомоментный глушитель Берта Как мы и обещали Привет Привет Долго вас пришлось ждать Мальчики Я уж думал О вас кто-то грохнул На селвис Не так легко Взять Вот генератор Как договаривались Не Подорвитесь на нем Теперь Вот генератор И так Угу Бала Рок-н-ролл Скажи А где ты взял Эту перчатку? Ее дала мне мама Не хочешь ее продать? Ни за что на свете Спасибо Берта И тебе спасибо Магазин открыт для нас В любое время Мальчики Лишь Одно Место Так У нас уровень Новый Ребята Мы починили Перчатку К тому же Теперь мы снова Можем покупать И продавать Разные вещи Расскажем Мэру Повышение уровня Давайте Посмотрим Что у нас тут Генератор Добавляет Одну клетку При движении И две При спринте Угу Так Ну у нас один Только Давайте поставим Дальность перемещения Плюс 2 А Двигаться можно На быстрее Понял А ясно Ясно Что делал Этот генератор Так Я хочу Вот этому Поставить Прикрытие Такая Прикольная Штука Она мне Понравилась Так У этого Большой брат Активное Умение Так А здесь Отсюда Начинать А как И здесь Что сделать Чтобы она Открылась Или они В смысле Крутятся Или что Не понял Модификации Модификации Позволь Геологическим Рукам Шахтерского Робота Мгновенно Наносить Контрудар При физической Атаке Может не действовать На крупных врагов Поэтому Учитывайте Массу Противника Я Вот Этот Включил Ребят Прям Включил Большой Брат Пассивное Умение Союзники Могут Использовать Вас Как Высокое Прикрытие Давай Пусть Будет Так Генератор Вы получаете Генератор Они бывают Разные Я так понимаю И в принципе Можно ими Активно Пользоваться Это я понял Так А что у тебя Еще какие Есть генераторы Посмотреть Да Вот он 220 Пластика Энергетическая Ячейка Купите Что-то у тебя Тут не особо Расходники Оружие Так Пушки А вот Дробовик Понял Так Прицелы Шанс Критического По миазме Прицелы Разработаны Для первой Семьи Его Конфигурация Обеспечивает Эффективность В отношении Нетипичных Существ Условно Говоря Монстров Миазмы Очевидно Что первая Семья Замешана В каком-то Очень темном Деле Связанном С миазмой Ну а я О чем Говорю Я это Изначально Думал Что так И есть Да Короче Можно тут Модификациями Позаниматься Но пока Нечем Может быть В другой Раз Сейчас Пока У меня Да Адьос Давай Нов Пасаран Так Нужно Ити Опа Приближается День Свобода Ненавижу Этих Ублюдков Из первой Семьи Чтобы выжить Городу пришлось Заключить Сделку С дьяволом Ну Эти дьяволы Выжимают Из нас Все соки Если бы я Только мог Что-нибудь С этим Поделать Да Миазма По-любому Ребят Я уже Чувствую Посыл Она По-любому Если Не Не сделали То По крайней Мере Они С ней Взаимодействуют Интересов Ради Для себя Починил Перчатку Да И как Все Вовремя Зона Аллигаторов Кишит Монстрами Как Тебя Занесло В зону Аллигаторов Этот Безмозглый Робот Тебя Туда Затащил У тебя Голова В банке Одни Мозги Остались Элвис Я сорвал Джекпот Нашел На диске Твоей Матери Зашифрованный Файл Про то Как усилить Твою Перчатку Вот да А и что В нем Говорится В этом И проблема Я ни черта Не понимаю Прочитай его Мы исцеляем Миазму И возвращаем Долг Поглощая Злобу Дикого Смерча В ответ Миазма Дарует Исправительную Награду Силу Для Перчатки Восстановления Равновесия Какая-то Загадка Ты понимаешь Что это значит Исцелить Миазму Исправитель Нет Не понимаю Я тоже Что за Смерч Тьфу ты Пытаться понять Миазму Все равно Что идти С кулаками На ураган Смерч Секунду У стены Мы видели Какую-то Злую Миазму Ага Она Закручивалась Как Смерч Перчатки Притягивала Меня К ней Как будто Хотел Ее схватить Может быть И вправду Хотела Вам стоит С этим Разобраться Вдруг Это Ключ Ко всему Но Лягушки Все еще Там Это Может быть Опасно Ха Знаешь Что здесь Опасно Мы с Братом Старик Нелвис Нага Мы этим Займемся Мэр С богом А я еще Пороюсь В этих файлах Скорочтение Прокачивается Ребят Вот так Исследовать Смерч Это Который У нас Там Был В самом Начале Правильно Стена Миазмы Да И там У нас Смерч Который Помните Был Пойдемте Его Исследуем Но Исследовать Мы Этот Смерч Будем Ребята В следующей Серии А на этом На сегодня Мы будем Завершать Понравился ролик Ставьте лайки И что сказать Пишите в комментариях Не забывайте Подписываться Чтобы не пропустить Следующее видео Спасибо Что досмотрели До конца Да Пребудет С вами Джойстик Всем пока До скорых Встреч Редактор субтитров